ДТП двух автомобилей на МКАД, в крайнем левом ряду столкнулись автомобили Датсон и Киа. На место ДТП прибыли оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало. Рубрика регионы. Уфа. Произошло столкновение двух микроавтобусов Форд Трензит, принадлежащих одному перевозчику. Один из микроавтобусов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с аналогичным микроавтобусов, выполнявшим обратный рейс из Уфы. Столкновение унесло жизни женщины и шестилетнего мальчика. Также травмы получили еще 11 пассажиров микроавтобусов. Их доставили в медучреждение. Полицейские выясняют причины дорожного инцидента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 января 2021 года сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждение не реагировал, после чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте. Автомобиль Ситроен Берлинга загорелся на 52-м километре МКАД, инцидент произошел в районе Сколковского шоссе. В кратчайшее время из-за пожара на трассе скопилась пробка. По словам очевидцев, автомобильный затор растянулась на более двух километров. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные расчеты. Вскоре автомобиль удалось потушить. Предварительной причиной возгорания могла стать неисправность в электропроводке. Массовая ДТП ЦКАД в Пушкинском районе Московской области. Как сообщает очевидец, произошло столкновение треллера, фургона «Газель Некст» и внедорожника «Фольксваген Туарек». По одной из версий, водитель «Газели» стал совершать обгон и выехал на полосу встречного движения. В момент выполнения маневра он лоб в лоб столкнулся с фурой, двигавшейся во встречном направлении. После мощного удара машина раскидала по проезжей части. На несколько часов движения было парализовано, автомобильная пробка растянулась от Ярославского шоссе. Водитель фургона «Газель Некст» был госпитализирован с предварительным диагнозом – перелом руки и ноги, множественные порезы. На третьем километре внешней стороны МКАД произошло ДТП, столкнулись автомобили Ниссан, Шкода Октавия Такси, Рено и Шкода Октавия Каршеринг. Сильный снегопад, который начался ночью, сильно осложнил движение на столичных магистралях. На дорогах были снежные накаты, а на подъемах не могли заехать фуры и фургоны. Сильный снегопад, который начался ночью, сильно осложнил движение на столичных магистралях. Сильный снегопад, который начался ночью, сильно осложнил движение на столичных магистралях. Сразу несколько ДТП произошло на Горьковском шоссе. В первом случае столкнулись два фургона в попутном направлении. Через несколько десятков метров фургон врезался в попутный внедорожник Тойота и УАЗ. Пострадавших нет. В столичном регионе сохраняется зимняя морозная погода со снегопадом. Температура воздуха составляет минус 14 градусов. Как сообщают синоптики, накрывший столицу снегопад в ближайшие дни не закончится. По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу в городе столбики термометров будут показывать около минус 13-15 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег и образуется гололедица. Продолжение следует... 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 Так, на Калужской площади при движении в сторону улицы Большая Якиманка произошло ДТП, столкнулись автомобили Хонды и Универсал Форд Фокус Такси. По предварительным данным водитель Хонды при движении в условиях снегопада не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем такси. Никто из участников ДТП не пострадал. На место прибыл инспектор ГИБДД для установления причин случившегося. Продолжение следует... В районе Замоскворечье возле дома номер 53 по Большой Ордынке автомобиль Kia Taxi врезался в автомобиль Mercedes Maybach. Оба автомобиля выезжали села Малого Ордынского переулка на Большую Ордынку. Водитель Майбаха остановился, чтобы пропустить двигавшийся по главной дороге транспорт. В этот момент сзади в автомобиль врезалось Kia Taxi. За рулем такси находился молодой человек. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения. По одной из версий, ДТП произошло из-за невнимательности и несоблюдения дистанции водителем такси. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения. Пожар частного дома в подмосковной Аполлихе. Большой Ор 싶system Стоит, потом сможете? А этот не отключён. Продолжение следует... Что дети здесь делают? Московская область, Лобния. На Рогачёвском шоссе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и самосвала. После удара, грузовик съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, дело было так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже, по-моему, не Лобнинский, блядь, с Москвы. Разъебенивался. Ох, а вчера себя раскрывать. А это мудак, вон, валяется. С припаянной башкой. Вот чурки вонючие, блядь. Вот носятся, как в последний раз, блядь. Чтобы, ну, сука, там яйцо отвалилось.